капусту занес да залез занес капусту так вот это корм кошачий 10 килограммов ладно я его потом с индейкой вот такой вот купила корм почитала отзывы хороший с индейкой вот цены потом напишу ребята я не помню что почем покажу вам что на вал борисе и что купили что привезли из города так палка моя палка моя рабочая надо себе заказать еще штатив нормальный но это уже потом ой лёшек были в городе ну ладно в понедельник может поедем на рынок до эту веревку про веревку забыла надо заказать так что-то как-то темновато да надо там еще свет включить сейчас включу дай ка я пройду подвинься подвинься что ты упираешься хочу отодвинуть она упирается до ну да как без вас как без предварительных ласк давай давай дай я выйду о так совсем другое дело так это вал борис вал борис пока откладываю на вал борисе тоже есть что посмотреть ребята еще вот такая коробочка но это потом что купили купили фаршик хотела взять куриный фарш перейти на куриные может быть посмотрела на цены и передумала свиной 335 куриный 480 почему все куриное так подорожало я не знаю почему яйца говорят подорожали все вот эти куриные запчасти сами куры все 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 это куриное подорожало вот фарш 480 рублей обалдеть не ну фарш видно что из грудки розовый такой хороший фарш до в пятерке фарш дешевле но он белый видно что там одни шкурки вот не стала так дела творожок еще пять процентов вот этот белорусов белорусский 120 рублей по 120 рублей еще ванилинчик взяла такой обычный я уже не хочу заказывать на вал борисе потому что смысл а в смысл только в том что там закажешь большую упаковку вот может так и надо заказать большую банку анилина и не заморачиваться вот этими пакетиками да вот по 2 рубля он вот этот в белорусском магазине у нас ну как всегда вот так он пахнет а выпечки нет ладно я уже устала о нем говорит и вы а вы наверно уже устали слушать да это у нас пятерка пятерка сгущенка рогачевская купила у меня есть там одна открытая баночка в холодильнике но я люблю чтоб стояла про запас вдруг мне понадобится она сейчас на распродаже по скидке вот поэтому я купила у кассы стояла думаю возьми семки купила себе подсела опять на стенку но я правда так понемножку по чуть-чуть отсыпала себе горсточку вот так вот чуть-чуть погрызла и все того запоя как у меня раньше был 7 очкова нет семечного не знаю как нету по чуть-чуть чуть-чуть и все и хватит а ты уж взял себе свои конфеты вот эти вот миларио или как они называются горсточку так вот у насела куркума у меня уходит я люблю пластику вот вообще добавляю ее везде мне она нравится так так пятерка пятерка еще чек давно мы не запука не запугали не закупали продукты отруби овсяные отруби овсяные для собачек ну и я какое когда ем тоже отруби такие вот хрустики вот такие были по скидке но было всего одна пачка вот мы взяли еще вот такие отруби овсяные собачкам даю вот они у нас тут стоят вот вазочки постоянно я их даже не убираю со стола отруби овсяные дальше маслица купили вот это вот красная цена пятерочная 4 пачки взяла подорожала масло 98 рублей стало то было прям по 80 даже дешевле 76 как-то было вот по скидке сегодня 98 так и взяла куриный суповой набор вот такой вот спинки куриные для супчика хочу хочется мне уже даже куриного супчика знаете с этой с домашней лапшой или с галушками или с домашней лапшой прям хочется вот будет куриный супчик сейчас цены цены сейчас расскажу так еще еще взяла курицу и курицу одну такую потому что надо же что-то кушать правда вот это вот все покупки то что мы купили сейчас расскажу так вот это я вам сказала фарш 335 творог 120 по 120 здесь 400 граммов ванилинчик по 2 рубля вот а это все пятерочная про это сейчас все расскажу сгущенка 110 рублей 109 99 110 рублей сгущенка взяли еще капусту капусту взяла наквасить будем квасить сегодня или не сегодня нет уже уже пол первого может быть завтра завтра наверно скорее всего будем квасить капусту капуста по 23 99 24 рубля всего капусты взяла так 4 и 3 с половиной 7 с половиной килограмм 7 с половиной килограмм на 85 и 94 85 и 95 на 180 рублей 7 килограмм на 180 рублей стоит ее выращивать а ну вы вы скажете что там до навоз там все такое да какой навоз где его сейчас возьмешь навоз этот его взять ненге не но у нас есть компост вот компост мы добавляем на грядки ну все равно капусту не вырастить сейчас без химикатов я не знаю потому что всякие вошки бложки вот так ладно капуста дальше семена подсолнечника 44 99 45 рублей здесь 200 граммов вкусные семки как вот эти покупать от мартина я вот последний раз купила по скидке были в синей упаковке соленые семечки но они не очень соленые купила их по скидке соблазнилась ребята они как дрова во первых они как дрова во вторых они какие-то вымоченные что ли у них совсем вкуса семечек нет вообще если красные от маркина более-менее еще так вот ох это раньше да были какие семечки но это лет десять назад да а сейчас они какие-то вообще синие особенно вообще без вкуса вообще них никакого вкуса нет они не пахнут семечками я конечно отогрызла но без всякого удовольствия вот это намного и дешевле и вкуснее самые обычные семки вот так семечки куркума 3150 сколько граммов здесь где кроме 15 граммов такая куркума но тоже по скидке по желтому ценнику желтый ценник был так конфеты чиорио по 315 рублей вот это на 68 рублей отруби хрустящие диадар я да 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 вот эти отруби 3270 вот эти вот а вот эти уже будут за здоровье это уже по другой цене эти 50 рублей не вру 45 рублей вот чуть дороже отруби так ципа набор для бульона 98 11 98 рублей такой наборчик ну я вам показывала да спинки спинки куриные я люблю я вот сварю супчики из них а люблю перебирать потом вот эти вот косточки мне нравится мне лучше вот мясо на костях чем просто мясо я люблю грызть косточки так ладно поехали дальше масло крестьянская 98 49 98 50 можно сказать что 100 рублей так ладно вот такие вот цены ребята вот это вот все что мы купили из продуктов сейчас подвину вот и разберем вал борис что у нас на вал борисе надеваем начнем с коробки что у нас здесь в коробке не знаю я не знаю это же надо так запаковать терка маленькая такая ладно привыкну привыкну вот такая вот терка вот такая острая терка из нержавейки моя как вы знаете сломалась но это вроде такая крепенькая вот обычная терочка а тут нет белкой этой ах ты боже мой ну вот такой вот только мелкой нет не нравится мне эта терка я ее кому-нибудь подарю не досмотрела вот зачем две такие острючие терки это чуть покрупнее вот эти такие вот нету напишем это ладно так а здесь порватая здесь купила тряпушки недавно видела уруге и 10 штук вот такие тряпочки она показывала заказала тоже но она заказывала в этом на алиэкспресс а я заказала на вал борисе да ну там на алиэкспресс надо ждать там ой вот такие вот тряпушки они очень хорошо впитывают вот такие вот специально там есть большие 25 на 25 но я заказала маленькие не люблю большие тряпки маленькие люблю такие вот чтоб вот в руке вот вот так вот они такую вот прям тряпуху вот очень хорошо впитывает на кухню на кухню потому что вот эти вот я брала покупала тряпушки в рулоне знаете вот эти вот экспрессе но они какие-то ну вот вытришь ими раз-два и все их выброси потому что они уже цвет не тот у них они уже какие-то грязные особенно когда там кофе прольешь там или что-то такое вот это все ой что-то у меня нос чешется как только сажусь разбирать и покупки так у меня и нас начинает чесаться вот а это вот такие вот знаете похватные тряпочки вот классные прям классные да я почитала отзывы там вот на вал борисе отзывы очень хорошие вот и вот их 10 штук их хватит надолго пишут что они очень хорошо стираются их очень хорошо впитывает воду и намного приятнее ими вот утирать цвета там есть разные и цены разные и размеры разные в общем цену вот цены на все напишу вот здесь на терку на блин разочаровалась чужие не посмотрела какие там грани а мне-то нужно мелкая это не 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 хочу все там не посмотрел да я же думаю терка дай терка как обычная да ладно так дальше это что не помню а это это удлинитель вот такие два удлинителя они для для гирлянды вот я заказала гирлянду уличную даже что такое нас чешется 12 метров сейчас открою покажу и гирлянду не проверила все схватила и побежала такая вот гирлянда гирлянда уличная а я не попрошу а ну вот и не там в розетку а а это вот специально для гирлянды но если потом другой плоскость он не нужно подождите а вот все хвари да нет он есть как-то а он не нужен почему не нужен как не нужен горит что там видишь видишь не знаю вот эта вот штучка колечко это зачем вот это что-то она так вот это звучит инструкция нет никакой инструкции я ничего не написано в общем надо разобраться это вообще не понятно что у нас тут еще вот такую вот штучку заказала мне надо для цветов для цветов вот такую маленькую заказала небольшую чтобы она мало места занимала поставила так на на окошко там или где-нибудь и это и все и осталось вот две лопатки вот такая вот видите а с этой стороны ложка неудобно наверно будет конечно ну ладно она вот монолитная это уже не сломается и еще лопатку лопаток много на кухне не бывает правда вот тоже такая вот монолитная видите тоже не сломается хорошая такая прям крепенькая прям ух класс вот это вот это мне конечно не нравится лучше бы здесь была просто ручка да ну ладно такие вот лопатки все ребята но с гирляндой будем разбираться гирляндой будем разбираться я не знаю почему здесь написано плюс минус вот ну ничего не нажимается как как куда что без понятия и почему она так как так вела горит непонятно ладно разберемся разберемся потом расскажу покажу все такие вот покупочки у нас сегодня вот фух вот Продолжение следует...